МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как и в адрес нашей редакции, разом пришло несколько десятков сообщений. Отправители против отмены так называемых писем счастья, в которых указано, какая сумма пенсионных накоплений аккумулирована на счету гражданина. Интересен тот факт, что все сообщения схожего содержания выполнены словно под копирку. Анастасия Зверькова о сути планируемого новшества и о том, сколько письма счастья стоят. Такого случая сотрудница пенсионного фонда Евгения Рыбкина не припомнит за весь свой многолетний опыт. Ежедневно на ее служебный почтовый ящик приходит не более 15 обращений граждан. А тут 26, да еще написанное, как под копирку. Вот передо мной два письма от разных людей, из разных районов. Одно из Братского района, другое из Тайшетского района. И текст абсолютно одинаковый. Пишу вам. Уверена, что вы понимаете нас, простых жителей, лучше, чем эти чиновники из Москвы. Ведь что придумали? Хотят отменить письма счастья, которые мы каждый год имели из пенсионного фонда. В них вся моя прошлая жизнь, все накопления на старость. Речь идет о так называемых письмах счастья, с помощью которых пенсионный фонд информирует граждан об их пенсионных накоплениях. В ближайшее время эти письма могут быть отменены. Соответствующий законопроект готовит Федеральное министерство финансов. В качестве альтернативы предложат интернет. Именно это как следует из писем. И не устраивает некоторых жителей Приангария, которые направили свои обращения в государственный фонд. Письма с аналогичным содержанием поступали и на электронный адрес нашей телекомпании. Если учесть, что интернет разве далеко не во всех уголках Иркутской области, то поверить защитникам бумажной рассылки можно. Обращает, правда, на себя внимание вот такое письмо от некой Татьяны Петровны, отправленной не откуда-нибудь, а заметьте, с электронного адреса Почты России. В пенсионном фонде подтверждают, принятие обсуждаемого закона для Почты России невыгодно. Ведь только в Иркутской области письма счастья ежегодно получают почти полтора миллиона человек. По всей стране получителей в разы больше. Итого за отправку этой корреспонденции по всем городам и весям Почта России получает более двух миллиардов рублей. О Почте России что я могу сказать? Действительно, Почта России сегодня очень большой объем работы, доставка писем. Если я вам назвала сумму ту, которая везде опубликована, 2,4 миллиарда рублей за доставку этих письм, практически если их не будут посылать, нет оснований для вот такого расхода, и для Почты России это, конечно, ощутимо будет. Свою причастность к этим письмам в Иркутском региональном отделении Почты России полностью отрицают. Говорят, что одинаковый текст обращений – это чистые воды совпадения. Мы считаем, что изменения должны быть добровольными и, самое главное, своевременными. И массовый переход к электронному информированию все-таки еще сейчас не актуален. В пенсионном фонде отмечают, даже если закон будет принят, информацию о пенсионных накоплениях доведут до каждого. Получить соответствующую выписку можно в отделениях ПФР и филиалах некоторых банков, а также по интернету через портал Госуслуг. Те граждане, которые привыкли узнавать о пенсионных накоплениях из заказных писем, в обиде не останутся. В проекте закона указано, чтобы, как и прежде, получать письма счастья, нужно написать заявление в отделении пенсионного фонда. Анастасия Зверькова, Николай Крупченко. Новости сей час. Истории вещей и вещи с историей. Новые экспонаты областного краеведческого музея – предметы с богатым прошлым. Каждый рассказывает о судьбе города или даже страны. Они были куплены у иркутских коллекционеров. Сейчас в выставочных залах можно увидеть предметы интерьера из Японии, Китая и европейских стран. Чем пополнилась коллекция в этом месяце, расскажет Светлана Шапаренкова. Настенные часы, фарфоровая посуда, печать – вполне обычные вещи в обиходе. Но эти представляют собой особую ценность. У меня в руках достаточно изящная вещь для домашнего обихода. Это печать конца 19-го, начала 20-го века. Ее ручка выполнена из слоновой кости в виде ангела. А сама печать, отлитая из серебра, содержит монограмму начальных букв имени и фамилии владельца. Каждый из экспонатов имеет свою неповторимую историю. Например, эти настенные часы, немецкие, датируются концом 19-го, началом 20-го века. Они были привезены в Иркутск в начале Великой Отечественной войны. Здесь их приобрел иркутский коллекционер. А эта фарфоровая посуда появилась в Иркутске благодаря знаменитому коллекционеру Павловскому. Он приобрел ее в Китае. В данный момент мы представляем те предметы, которые были закуплены в последнее время музеем для пополнения наших коллекций, как по Японии, по Китаю, так и по Европе. Например, данные предметы планируется выставлять в нашем новом экспозиционном отделе «Окно в Азию», которое находится в 130-м квартале. Коллекция отдела «Окно в Азию» пополнилась немецкими напольными часами. Они выделяются среди других экспонатов с золотистым циферблатом, массивным корпусом и звонким боем курантов. Тумба в стиле модера с резными деталями была привезена из центральной части России. Когда-то она принадлежала известному художнику Петру Турченинову. А эта машинка может печатать латинскими буквами. На задней ее стороне выгравированы буквы «Made in Bavaria». Рядом стоящая лампа электрическая. Эксперты музея ее также относят к началу 20 века. Данные экспонаты оживляют экспозицию, привносят ощущение присутствия человека, хозяина, комнаты или кабинета, которые у нас представлены в экспозиции. Как рассказывают работники музея, коллекционеров они не ищут. Люди сами приходят и предлагают экспонаты. Кто-то продает, кто-то дарит. Общими усилиями создается картина ушедших дней, вернуться в которые, если и возможно, то только в музее. Светлана Шапаренкова, Константин Синицын. Новости сейчас. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. А наш выпуск продолжат новости Бурятии. Слово нашему коллегу с телеканала ТВКом Булату Цединишееву. Всего вам самого доброго и до скорой встречи в середине земли. Спасибо, Юлия. Сейчас время новостей из Бурятии. Жителям Забайкальского края и их представляет телекомпания ТВКом в студии Булату Цединишеев. Здравствуйте. Восемь любящих сердец сочетались с законным браком. В этом, конечно, ничего особенного нет, если бы ни одно обстоятельство. В один день и в один час четыре родных брата решили жениться на своих возлюбленных. Наш корреспондент Санжима Немаева расскажет, в чем все-таки братья разошлись во мнениях. Суматохи очень много, даже документы не входят на один стол. За 47 лет существования дворца это первый случай. Говорят, была однажды необычная свадьба. Близнецы женились на близнецах. Но здесь не хватает только невест-сестер и готовая сенсация. На важную церемонию в жизни сразу четырех своих детей чуть не опоздал самый главный гость. Я сейчас бежала, знаете, чуть-чуть сюда на работе была. И поэтому бегом-бегом детей не видела, не провожала. Они ездили на выкуп у меня одни, все в разные стороны. И поэтому я очень счастлива. У меня очень хорошие дочки попались. У будущих же дочек были сомнения. Ведь любой невесте хочется быть единственной. А тут единственных сразу четыре. Конечно, я уверена в себе. Я не считаю, что у нас какое-то соперничество происходит. У нас просто как бы общая свадьба, общая радость. А началось все с того, что младший решился на ответственный шаг и никому не сказав, подал заявление. Мы все подумали, а что это он впервые нас всех женится, правильно? Ну и, соответственно, мы тоже хотели с Олей расписывать уже давно. Ну и решили, что давайте сыграем свадьбу в раз. Ну а потом сидим за общим столом в семейном доме и говорим, а что я тоже хочу? И я хочу. И все мы захотели в раз. Мы будем поздравлять свою пару, естественно. Ну всех, конечно, мы поздравим. Подарки будем давить своей невесте. И на традиционные катания, и на банкет братья поедут вместе. Кстати, гостей будет 150 человек. Несмотря на то, что Старковы дружно решили все вопросы, об одном они все-таки пока еще не договорились. Мы уезжаем, как свадебное путешествие, в Таиланд. Только завтра решили. А вот с работы. В Таиланд? На Паттайю. Куда же он сейчас ездит? А он тоже туда едет. Медовый месяц. Ну, мы много думали, но пока не решили. Точно будет видно сегодня, после свадьбы, ближе к вечеру. Когда деньги посчитаете? Когда деньги посчитаем. Санжима Немаева, Михаил Циренов, Новости дня. На этом моя часть выпуска завершена. Прямо сейчас выпуск новостей из Монголии. Их представляет телекомпания АЭС Монголия и моя коллега Пуревдорш Рденаням. Спасибо, Булат. Приветствуем жителей Забайкалия. Выпуск «Середины земли» продолжает телекомпания АЭС Монголия. О самых заметных новостях столицы расскажут корреспонденты программы НЭЦАКТ. Я Пуревдорш Рденаням. 99 курсантов и офицеров Нижнего звена монгольских вооруженных сил отправились. Обучаться военному делу в Россию. Для укрепления личного состава и улучшения военных навыков такая практика. Обучение за границей ведется уже на протяжении десятков лет. На сегодняшний день около 300 монгольских офицеров учатся более чем в 20 странах мира. Тему продолжит Томар Ачир. Цедевдорш едет в северную столицу России, Санкт-Петербург. Там ему предстоит освоить все азы строительной инженерии. С самого детства Цедевдорш мечтал стать военным. Как и отец, стоять на защите границ и безопасности Родины. Приемственный военнослужащий упорно готовился к экзаменам. Теперь его мечта сбылась. Он едет учиться. Хочу поблагодарить своих родителей, родственников, друзей и близких за поддержку. Они помогли, чтобы моя мечта сбылась. В рамках программы развития монгольских вооруженных сил, генеральный штаб планирует до 2015 года направить своих военнослужащих в лучшие военные вузы мира. Это нужно для улучшения боевых навыков, укрепления обороноспособности личного состава. Сегодня монгольские курсанты учатся более чем в 20 странах мира. Всего свыше 300 человек. Из них почти 70% обучаются в России. Кроме традиционных дружественных связей в отрасли обороны, Россия выбрана в качестве кузницы военных кадров еще и потому, что является ведущей военной державой планеты. Военно-техническое сотрудничество между нашими странами, Россией и Монголией, оно неуклонно расширяется. То есть продолжаются поставки нового вооружения, военной техники, и для их обслуживания и эксплуатации требуются высококлассные специалисты. Поэтому я уверен, что по возвращению сюда вы все будете востребованы для служения своей Родины. Сегодня состоялись проводы 99 курсантов и сержантов. Согласно подписанного договора, обучение монгольских курсантов будет бесплатным. Тумур Ачир от Ганват, Аист, Монголия. Мои песни, так называется, концерт известного и многими любимого композитора Монголии Бахжава. В этом году праздник музыки проходит уже в 14-й раз. По традиции звучат самые популярные хиты и совсем новые композиции автора. На премьере концерта побывала и наша съемочная группа. Ставший уже традиционным, концерт «Мои песни» является одним из самых ярких событий в музыкальной жизни страны. В этот раз на одной сцене предстали не только мэтроэстрады, но и всем составом для них аккомпанировали. Национальный академический ансамбль песни и пляски, ансамбль маринхуристов Государственной филармонии, а также симфонический оркестр музыкально-хореографического колледжа. Каждый раз я испытываю чувство волнения. Однако атмосфера, которая здесь царит, энергия многих прекрасных исполнителей, которые вложили душу и сердце в мои песни, вдохновляют и заставляют меня забыть о волнении. Композитор Балхжав сотрудничает со многими авторами-исполнителями. Его вклад в современную музыку и искусство действительно огромен. А концерт «Мои песни» всегда большой праздник, собирающий известных молодых певцов, группы эстрадного и рок-жанра. Почти 70% всего моего репертуара занимают песни, мелодии которых написаны заслуженным деятелем культуры Балхжав. Почти все пространство моей творческой карьеры связано и заполнено прекрасными композициями этого автора. Я рада тому, что моим постоянным композитором является именно он. Музыка Балхжава доходит до сердец моих слушателей. Я склоняюсь перед талантом этого маэстро. Поздравить с сольным концертом и исполнить песни, написанные Балхжавом, специально из России приехал и певец Амархум. В этот раз артист представил публике свою новую песню. Премьера прошла успешно. 15-16 ноября у меня намечается сольный концерт «Виби Палас». В него войдут как русские, так и монгольские песни. Из них 5 написаны Балхжавом. Кроме того, там же я исполню свою новую песню, посвященную празднику «Надом», премьера, которая состоялась сегодня. Очень надеюсь, что эта песня станет неким гимном этого праздника. Каждого исполнителя переполненный зал встречал неистовыми аплодисментами. В концертном зале «Виби Палас» царила атмосфера феерии и яркого праздника. Вейгалмайн, Билэк, Аист, Монголия. Это были новости Монголии. Я благодарю всех за внимание и передаю слово нашим коллегам из Пекина. На связи корреспонденты телекомпании CCTV «Русский». CCTV «Русский» приветствует зрителей «Середины земли». Я Руслан Гасанова и мои коллеги рады представить вам новости из Китая. Итак, автомобиль – роскошь, а не средство передвижения. Таким принципом руководствовались организаторы международной выставки автотюнинга, открывшейся в Пекине. Свои экспонаты в столице Китая представили более тысячи тюнинг-ателье и компаний по производству запчастей. Что такое лоурайдинг и почему задевающий асфальт днище считается писком автомоды, знает Василий Паршута. Три киловатта звука привлекут к автомобилю всеобщее внимание, но и заставят владельца чаще проверять крепления на колесах. Включенный на максимум сабвуфер дает такую вибрацию, что постепенно выкручиваются болты. Хорошая и очень мощная пустические системы – только малая часть того, что представили тюнинг-ателье и производители автозапчастей на своих стендах. Особо крупные и уважаемые компании за нецелые павильоны. Автомобили, представленные здесь, не всегда отличаются практичностью. Пневмоподвеска на этой машине позволяет ей танцевать. Можно запрограммировать систему, и машина будет двигаться в такт музыке. Это очень популярный сейчас лоурайдинг. Но главное здесь – это синтез автосимулятора и действующего авто. На нем можно ездить по дорогам, а, к примеру, на какой-нибудь вечеринке сменить реальный руль на компьютерной и играть в гонки. Формально, конечно, этому шоукару на дороге не место. По китайским законам он не пройдет техосмотр, но многие готовы просто обладать таким авто и выезжать на нем раз в полгода. Более популярны у посетителей тюнинговые разработки, которые делают автомобиль быстрее, эффектнее, но при этом оставляют его в пределах стандартов техосмотра. Современные клеющиеся пленки позволяют быстро менять цвет кузова, минуя долгий процесс перекраски. Приезжаете в тюнинг-ателье, выбираете цвет, в течение нескольких часов автомобиль заклеивают. А в полиции новый цвет можно зарегистрировать в течение 10 дней. Китай сейчас самый крупный автомобильный рынок в мире, а соответственно перспективы автотюнинга здесь безграничны. Выставку проводят уже 6 лет и с каждым разом в Пекин приезжают на 50-60 компаний больше. В этот раз набралось аж целое тысяча производителей. 470 лошадиных сил, лучшие дорожные тормоза, карбоновые элементы кузова и цвет, которого нет ни у кого. Владельцу этого BMW пришлось выложить хорошенькую сумму, чтобы получить автомобиль мечты. Но это не самый интересный экземпляр выставки. Рядом Chrysler C300. На него потратили 400 тысяч кристаллов и 5 месяцев труда. Этот кар стал самым обсуждаемым в шоуруме, ведь каждый кристалл прикрепляли вручную. Кроме того, передние двери теперь открываются вверх, а задние в обратную сторону. Автомобиль получил и пневмоподвеску, чему порадуются все те же лоурайдеры. Этот экспонат, а по-другому его и не назовешь, стал визитной карточкой одного из пекинских тюнинг-ателье. За него предлагали большие деньги, но конструкторы от продажи отказались. Говорят, делали для души. Василий Паршута, Сун Вэн Тюн, Ли Цзюн Зе, Си Си Ти Ви. Знаменитые русские песни на китайской сцене. В Пекин впервые приехал легендарный хор Сретенского монастыря. Его пригласили принять участие в ежегодном музыкальном фестивале. О том, как китайская публика отреагировала на Катюшу и Полюшка Поля, расскажем в нашем следующем материале. Этих знаменитых хористов зрители привыкли видеть в строгих костюмах, но никак не в джинсах и кедах. Однако после репетиции всего через полтора часа они предстанут перед залом при полном параде, срывая оглушительные аплодисменты. Катюшу в Китае знают так же хорошо, как и в России. Здесь есть даже своя версия на китайском языке. Но пришедшие в этот зал немало слышали и об исполнителях, несмотря на то, что хор приехал в Пекин впервые. Китай нас встретил таким туманом, я не знаю, как здесь это называется. Это туман или дым. Вот, все в дыму, но все очень необычное. И 99% ребят из хора, они в первый раз в Китае. И поэтому это очень интересно для всех. В столицу Китая мужской хор Сретенского монастыря прилетел из Америки, где коллектив провел почти месяц, давая один концерт за другим в различных городах. И везде билеты раскупались моментально. То же самое произошло и здесь. Вы знаете, я очень много слышал и читал об этом хоре. Отзывы только восторженные. Именно поэтому я и не могу пропустить это событие в Пекине. Мои впечатления превзошли все ожидания. Я просто в восторге. Особенно поразили казачьи песни и песня про коня. У меня даже мурашки по телу побежали. Великолепный концерт. Еще в юности я очень увлекалась русской культурой и прочитала множество книг русских писателей. И, конечно же, я не могла пропустить такой концерт. Как же хорошо они поют. Самым известным композициям публика, если не подпевала, то как минимум восторженно аплодировала. Субтитры создавал DimaTorzok Однако этим концертом дело не ограничилось. Впереди еще одно выступление, но уже более камерное. Оно будет состоять только из произведений церковной музыки. И билетов на него в продажах уже нет. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До встречи на следующей неделе.